Доброго времени суток всем! Сегодня у меня на разборке нож от Kizler Supreme Biker Z с покрытием из стали D2. Открывается только если хорошенько добавить кистью. Замочек встает вот сюда. Думаю, надо разобрать, немножко простучать замочек, посмотреть вообще что внутри. Шайба может еще полирнуть, чтобы летал повеселее. Сейчас клиночек по центру. Ходит довольно туго. Вот я так делаю, он настолько открывается. Так открывается в принципе без проблем, но когда я его открываю за шпенек, вот эта штука закусывает палец, потому что я привык все ножи вот так вот держать. И вот она мне как раз палец закусывает вот здесь. Давайте разбирать. Я уже проверил, винтик один открутил, чтобы посмотреть откручивается ли вообще. Винты без всякого фиксатора и резьбы, насколько я понял. Давайте вот этот открутим и посмотрим, что там на нем. Так, прокручивается. Боночка, видимо, боночка без выпилов. Например, на крысе. На каждой боночке есть с одной стороны выпила. Эти выпила, она вставляется в лайнер и, соответственно, не прокручивается. Здесь она прокручивается. Придется с двух сторон откручивать, или можно плоскогубчиками маленькими зажимать, стряпочку завернутыми. Посмотрим. Давайте осевой попробуем открутить и посмотрим, есть ли там фиксатор. Ого! Так, осевой. Нет, ничего нету. Ладно, давайте разберу нож, если увижу что-то интересное. Включусь. Так, я разобрал. С одной стороны шайба с пропилом. Я подумал, что это та сторона виде лайнер, но нет. Здесь стоит маленькая шайбочка. Она здесь вот такая. В принципе, шайбы нормальные. Шайбы две. Второпластовые. Вот этот винт у меня почему-то не откручивается. Не знаю, может так и задумано. Но откручивать его не буду. Хотя это необходимо, чтобы склепать замочек. Давайте еще попробую покрутить без особого энтузиазма. Да, выкручивается. Но с очень большим трудом. Я думаю, он вообще намертво приварен здесь. Да, похоже, здесь есть фиксатор с этой стороны. Сейчас мы это узнаем. Да, фиксатор имеется на винтике. Сейчас он уже побелел. Не знаю, какого цвета он был до этого. Так, втулочка с пропилом. Выглядит вот так. Плашки. Довольно легкий. Весь вес ножа похуже вот в этих металлических лайнерах. Здесь какой-то пропил. Возможно, что эти лайнеры они совместимы с моделью BikerX. Это у которой система Autolux. Вот здесь вот. Поэтому эти пропилы на этом ноже есть, чтобы упростить технологии производства. Так. Боночки. Не совсем простой формы. Рельефные. Спокойно прокручиваются. Здесь я уже ничего трогать не буду. Так вот выглядит изнутри G10. Ну, простучу немножко лайнерочек вот тут вот. И, может, еще даже подогну сюда немножко. Там, смотрите, как плохо вылезает. Так. Поверхность здесь вот, по которой стыкуется пятка глинкой лайнер очень маленькая. Ну, у меня, в принципе, на всех ножах с лайнером локом не задействовано это поверхность. Задействован только маленький кусочек. Но я все-таки был бы рад, если бы была эта поверхность побольше. Сейчас посмотрим, какими местами он трется. Ага. Вот самым низом. Видите, где здесь металл. Видит это все вот таким вот образом. Ладно, полерну шайбы. Чуть-чуть чисто психологически лайнерок. Простучу и буду собирать нож. Простучал лайнерок, стучал с этой стороны. Как видите, покрытие не покоцалось. Я аккуратненько. Сижу, смотрю вот на эту втулку. Думал, что это будет дистанцирующая втулка. То есть, втулка с разным диаметром. То есть, здесь диаметр больше. Она с двух сторон зажимается осевыми винтиками. Ну, здесь пошли по другой технологии. Просто вкрутили сюда винтик. И винтик представил собой вот как раз вот шляпку этой втулки. На многих ножах делаю сразу втулку со шляпкой. Вот. Сейчас ее полерну немножко и буду собирать ножик. Ну вот, скрутил я эту импровизированную втулку. Так вот это все выглядит. Возможно, это сделано, чтобы не нарушать симметрию. С обеих сторон, чтобы были такие винты. Теперь я ее вставляю сюда. Пропил с этой стороны находится под небольшим углом. Ну и вот так вот надо собирать нож. На вот этой вот втулочке. Итак, собрал нож. Не совсем пока летает. Еще не разработался. При вот таком открывании ланировок встает на самое начало. Расклепывал я его в самом начале. Покрытие нормально так выдержало. Удары молоточка. Снизу, где была наковальника, я подложил тряпочку. Сверху бил просто молоточком. Вот. Ну, давайте попробую открыть с силой. Вот так вот. Вот куда встает ланировок. Обычная проблема всех вот таких вот ножей, типа Ontario Red, у которых лайнер уезжает постоянно. Вот. И исправляется она тоже довольно легко. Без всяких проблем. Вот. Сейчас уже ближе чуть-чуть отъехал к серединке. Давайте еще несколько раз открою. Ну вот. И вот на этом месте он состопоривается. Ну, нормально. Не залипает вроде ничего. люфта нету никакого совершенно. Клиночек. По центру. Сейчас еще клипсу на фиксатор посажу. Еще клипса, мне кажется, довольно туговато. Надо под нее засунуть какую-то бумажку, чтобы ее отогнуть. Ни в коем случае клипсу вот так вот не подгибайте, а то сломайте. Просто бумажку какую-то можно засунуть и подержать так сутки или двое. И тогда с клипсой все станет в порядке. Вот. Ну что ж, в целом, нож такой интересный. Есть пара таких недоработанных нюансов. Флипует, как видите, не особо охотно. Кистью надо добавлять. Но я думаю, если его перебрать, то нож будет очень долгое время вас радовать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.